Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня внесенный в перечень физлиц, выполняющий функционал странного агента на территории Великой Федерации Министерства Мариев Галкин выставил новое фото с Пугачевой на пляже. Люди приблизили и ахнули. Я читаю в комментариях, неузнаваемая сменилась потухшая. Люди обратили внимание, что она сгорблена, но это было видно еще у Лайки Ваймуля на рандеву 2023. В данном случае, да, это видно, но если приблизить и посмотреть на лицо, это застывшая маска и глаза, абсолютно не выражающие ничего. Создается впечатление, это мое тоже мнение, я прочитал мнение людей, сразу скажу, что есть достаточно большое количество людей, которые восторгаются, пишут любимая Алла Борисовна и желают скорейшего возвращения. Я говорю о тех, кто пишет другой, да, абсолютно потухший, ничего не выражающий взгляд. Впечатление какого-то, какой-то безысходности. Что это может быть? С моей точки зрения, приезжая сюда, у нее глаза горели, когда она открывала с ноги и Роллс-Ройс, и говорила, я приеду порядки наводить. Она сейчас понимает, что время ушло, люди изменились, и она уже не будет той, кем была. Я считаю, что для нее самое страшное было, но об этом, собственно говоря, и рассказывал ее фаворит Савин, что она беспокоилась, и они с Галкиным обсуждали, как сделать так, чтобы какой-то момент популярности упала. Она это очень больно воспринимала. Сейчас время, конечно, изменилось, и она стала старше, но быть в гуще событий, быть, разрешать весну, и вдруг, понимаете, и вот этот взгляд человека, потерявшего как бы все, в смысле не деньги, понимаете, они ничего не значат в этом случае, потому что, да, может быть, она понимает, что денег много, можно все сделать, там, вопрос в внутреннем удовлетворении, его нет и не будет, потому что на чужбине ты безродная дворняка, потому что только в России она могла разрешать весну и чувствовать себя той одной, которая есть одна. Ведь она такой и была, и своими руками она все это перечискнула. Кто-то писал недавно тут, что она находится, не отдает отчет своим действиям, что ей кто-то там управляет. Все это чушь какая-то. Все у нее нормально. Все она там всему отдает отчет. Но вот этот абсолютно потухший взгляд, эта надежда была, видимо, на то, что удастся комикам, а Вайкуля же открыто это говорила, они хотели посадить комика Галкина на место президента в России. Там комик, тут комик, понимаете, если буквочку заменить, а вот цвета неба. И получается, что, и она сейчас понимает, что не получилось. Не получилось. И какой удел возвращаться плохая примета или ему ездить по городам и весям, интерес падает к его гастролям. А они привыкли грести лопатой. Вот и все. Поэтому мое мнение, что это хороший пример для всех. Вот сейчас в Ереване случилось, и все, кто уехал, побежали. Израиль, Казахстан, Грузия. Я имею в виду так называемые релоканты. Сбежавшие из России. Поэтому это хороший пример того, что, когда психолог один говорит, что релоканты жалуются, что они никому не нужны, не успешны. Ну, что вы думаете, что? Ну, первые две недели у тебя эйфория или успокоение, что-то там. А потом, почему, значит, очень богатые люди, уезжающие, мечтали об одном, вернуться в Россию, готовы были отдать все деньги за это? Надо, наверное, подумать, почему. Друзья, что вы видите? Видите ли вы в глазах то же самое, что я или нет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии. В описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. И внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Запрещенограм. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.